МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это будет кулончик, который здесь будет петёлка, будет одеваться ближе к сердцу. Стильные штучки. Специалист по лекарственным растениям удивляет украшениями. Я прекрасно знаю, что хотят женщины. И делаю очень большое разнообразие изделий, для того, чтобы любой вкус, любой запрос удовлетворить. Слишком высокие технологии. Почему мировые тренды не всегда гарантируют успех? Самое сложное – это люди не понимают, что такое 3D-моделирование. Или, например, люди видят, что в интернете, что есть такое 3D-сканирование, и, например, отсканируете бампер. Без отрыва от декрета. Как жительница Алматы зарабатывает с бизнес-мамами? Мы даём инструмент, который помогает как можно и свой бизнес продвигать, небольшой, так и работать по найму. То есть универсальный инструмент. Мастерская буквально завалена игрушками, объёмными геометрическими фигурами и просто моделями всевозможных гаджетов и приборов. Это всё напечатано на 3D-принтере. На печать тащат всё. Всё, однозначно. Для мелких деталей это, по-моему, радиоэлектронщики. Олег Лабаха и Денис Погорелов. Четыре года назад первыми завезли в Казахстан оборудование для трёхмерной печати. Казалось, новые технологии сами сформируют спрос. То есть, ну вот, грубо говоря, через дорогу шиномонтаж. Один раз там какую-то шестилёнку сделали, теперь они отправляют там колпачки какие-то, какие-то, ещё что-то там. Но феноменальный успех так и не пришёл. Рынок оказался не готов. Ещё не окупилось. Всё делается постепенно. Вот принтеры, печатающий пластиком, окупили себя уже, наверное, по 5-6 раз. Принтер, печатающий гипсополимером, ещё не окупился. Это самое дорогое. Поиск своего пути привёл к сотрудничеству с медициной. Учебные пособия для образовательных целей заказывают институты. И вот у меня родилась такая идея сделать сначала грудину. Эту грудину сделали в виде пластики, вот в таком, в плексе. И мои теперь резиденты, студенты обучаются на нём, зашивают грудную клетку безошибочно, различными способами. Как оказалось, 3D-печать востребована и в медицинских центрах. За последние два года компания помогла провести около 20 операций. Если взять сам есть технологический процесс, мы помогаем прежде в очередь пациентам. Второе – это врачам. Мы упрощаем и сокращаем сам период операции, срок операции. Ну и, соответственно, само качество. Это, кстати, палец реального человека. На второй руке у него нет одной фаланги пальцев. Это отсканированная модель. Планы на будущее – оказывать высокотехнологичные медицинские услуги. Хирургические шаблоны можно создавать удалённо, на основе данных, и таким образом сотрудничать с любой клиникой страны. Здесь что ни день, то детский сад. Это место, где молодые мамы учатся зарабатывать без отрыва декрета. Такое вид обучения называется project-based learning. Это когда во время обучения ты отрабатываешь все полученные знания. Мы всегда говорим, в течение 72 часов ты должен эти знания применить, чтобы в голове у тебя осталось. У Асель трое детей. Когда старшей дочери поставили диагноз сахарный диабет, поняла, что работать по найму не сможет. Так появилась идея открыть офисное пространство для мам с малышами. Стартовый капитал у меня был 400 тысяч тенге. Это мои декретные пособия, 4 зарплаты, так скажем, которые получают все. И этого хватило, чтобы покрыть аренду и небольшую мебель купить. Так называемый каворкинг прибыли не приносил. Молодые женщины приходили ненадолго, офис превратился в место для дружеских встреч, а работали единицы. Тогда бизнес-вумен и решила, мамочек надо обучать и трудоустраивать. Мы начали приглашать преподавателей, профессионалов по таким специальностям, как маркетинг социальных сетей, копирайтинг, интернет-маркетинг. После обучения работать можно удаленно. Вот и будущая клиентура для аренды офисных мест. Пока мамы учатся и зарабатывают, дети заняты английским. Ателье при каворкинге и еще одно направление бизнеса. Отучившись на курсах кройки и шитья, мамы-фрилансеры принимают заказы и отшивают прямо здесь. Мы вышли в доход, когда я начала работать как СММ-агентство. То есть наших же студентов я устраивала не к работодателю, а уже к себе. И давала им проекты. То есть зарабатывала на вот этой вот комиссии, да, так скажем. Курсы, аренда, комиссии. Это не все источники дохода. Есть дополнительная платная услуга – оздоровительный массаж. Из-за этого массажа было бы очень трудно и восстановиться, и с позвоночником проблемы, потом бы осложнения пошли. А так прям шикарно. Папы тоже стали заглядывать. Играют с детьми, помогают женам или работают сами. Асель всем находит занятия. Ведь чем больше услуг, тем больше клиентов и выше заработки. Заколка для волос в японском стиле. Из агатов, и кошачьего глаза. Изделие простейшее, делается быстро. Еще в глубоком детстве, в первом-втором классе, я местным девочкам делал кольца из алюминия. У папы клей под тазю клеил разбитые стеклышки. То есть тогда уже был какой-то в этом интерес. Александр Маклецов знает, что предложить модницам. Украшения из камней, ракушек, дерева. Раньше дарил, теперь продает. Ну, 8 марта, прочие сестры, жена, мама. Ну, в общем, где бы я ни работал, почему-то получался все время женский коллектив. Ну, понятно, что выкручиваться приходилось. Но даже дело не в этом. Я много тогда и в стол работал, зная, что когда-то я выйду на эту стезю. Творить для рынка заставили жизненные обстоятельства. Александр, специалист по лекарственным растениям, полжизни проработал травником. Все земли стали частными, травы собирать стало сложно, сертификация дорогая. Ну, и тут вспомнилось, ну, руки как были, так и были. История материальной культуры и искусств – теперь источники дизайнерских идей. За модой, правда, тоже приходится следить, и не только по телевизору. Смотрю каталоги, обращаю внимание на женщину в автобусах. Уставлюсь, думаю, как это сделано. Что-то вот тут вот бредогенератор включается, да, и приходит видение, как из, допустим, ракушки что-то сообразить, да. Единого стиля нет. Получается то этника, то винтаж, то модерн. Продажам это вовсе не вредит. Можно сказать, на любой вкус найдутся серьги или колечко. В среднем я исхожу из того, что четверть своего заработка я трачу на покупку, докупку. Строго четверть. Вот. Три четверти у меня остается на жизни. До пенсии еще год, но прекращать дизайнерские поиски предприниматели не думают. Источник дохода как-то незаметно превратился в увлекательное творчество. Предпринимательство и успех зависит, во-первых, от личных качеств и умений. Второе, от раскрутки, если кто-то возьмется, это тоже важно. От трудолюбия. Потому что первое время, когда нету больших денег на зарплату, ты делаешь все. Ты как человек-оркестр. Ты и бухгалтерию сам ведешь, и встречаешь клиентов, и соцсети сам ведешь. Здесь очень много составляющих. Прежде всего, это сами бизнес-коммуникации, ну и, соответственно, это команда. Основное, я считаю, что это люди человеческие качества. Это основной залог успеха в бизнесе. Субтитры подогнал «Симон»!